МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Были уверены – медали придут, главное – продолжать совершенствоваться. И, наконец, историческое событие произошло. Накануне юные прыгуны привезли с Кубка по Волжи сразу четыре награды. Первыми внесли своими в летопись прыжков в воду в Мордовии Александр Ледяйкина и Даниил Адмайкин. В соперничестве с прыгунами из 12 российских городов 10-летние спортсмены взяли три золотые и одну бронзовую медаль. Это первые медали, так как у них соревновательного опыта было совсем мало. Мы начали выезжать на соревнования только в прошлом году. Мы, конечно, рассчитывали, но не в таком количестве. Мы рассчитывали, что у нас будет одна медаль – это 100%. Но у нас получилось даже четыре медали. Даниил Адмайкин завоевал золото в прыжках с метрового и трехметрового трамплинов. Самая эффектная победа на метровом трамплине. По сумме оценок за шесть прыжков Даниил набрал 232 балла, опередив ближайшего преследователя на 12 баллов. В прыжках с вышки Даниил занял третье место, что также является отличным результатом. Ведь здесь выступали ведущие спортсмены в его возрастной группе – победители первенства России. Дебютанту столь крупных турниров удалось опередить большинство из них. «С вышки там более сложнее прыжки, потому что высота больше. А с метра там более попроще». «Какие тебе лучшие оценки поставили?» «За полтора назад с метра там все семерки и последняя восьмерка была». Александра Ледяйкина стала победительницей в прыжках с вышки. До этого юной спортсменке принадлежало лучшее достижение мордовской школы. Весной этого года на соревнованиях в Тольятти Александра в паре со спортсменкой из Самары сняла пятое место в синхронных прыжках. И вот первое золото в карьере. «Мне поставили высокие баллы за щеку на 25 метров. Тут я его тренировала много раз. Ну там складку нужно было делать, открываться круглой спиной, руки выносить за уши». Первые успехи стимулируют желание спортсменов заниматься еще более усердно и добиваться еще более высоких результатов. Но пока идут школьные каникулы, а до новых соревнований еще несколько месяцев, можно немного расслабиться. «Тренировки каждый день, но они в более мягком режиме, конечно, проходят. Потому что скоро уже у них каникулы, им тоже отдыхать надо обязательно. Ну, конечно, и после соревнований нужно все-таки давать немножко отдых. Уже они, конечно, прыжки вполне не сложные. В основном работаем уже на технику». Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова